Приветствую вас и давайте попробуем с вами прийти к вопросу, который вы задаете с позиции пирамиды желаний Маслоу. Я пригласил бы вам сравнить вот ваше ощущение, ваше переживание, ваше, точнее даже не так, застояние ваших желаний, застояние ваших потребностей тогда, когда вы были молодым человеком и общим описанием вашей жизни в целом и всего того же самого, только уже без молодого человека. Сейчас. Чего вам не хватает? Что вы потеряли? Какие ваши желания перестали быть удовлетворены? Какие ваши потребности перестали удовлетворяться? Что вы, в общем говоря, потеряли? И вот именно потому, что вы потеряли какие-то, ну скажем так, блага, именно потому, что вы потеряли какие-то плюсы, а получили в итоге определенные минусы, вот именно поэтому у вас и происходит такой момент. То есть есть разница, разница между тем, что было тогда и что есть сейчас. И вот эту разницу вам нужно компенсировать. Компенсировать эту разницу вы пытаетесь по привычке за счет молодого человека. То есть у вас молодой человек был, вы с его помощью какие-то свои желания удовлетворяли, вы привыкли так делать. Он ушел, и желания перестали удовлетворяться. А самостоятельно эти желания удовлетворять вы не привыкли. Ну, привыкли или нет, это уже вопрос деталей. Что именно и какие желания вы удовлетворяли. Но суть в том, что они не удовлетворяются сейчас. И то, что вы испытываете, вот эта вот мысль, это суть влечения. То есть неосознанное желание. Неосознанное желание чего-то. Пока сложно говорить чего. Возможно, какое-то там самоудовлетворение. Возможно, там, значит, какие-то желания, потребности. Возможно, какие-то блага, что-то еще. Сложно сказать. Поэтому нужно с вами работать более подробно. Но, как то, что сейчас вы всего этого получать перестали. И вот из-за этого, потому что вы не можете удовлетворить свои какие-то потребности, происходит подобное. Я предлагаю вам подумать на эту тему. Я предлагаю вам подумать, чего же вам не хватает. И постараться понять, как напрямую удовлетворить то, что вам нужно. То, что вы нуждаете. До тех пор, пока вы этого не сделаете, пока вы не станете независимы, пока вы не начнете самостоятельно удовлетворять себя, свои потребности, свои желания, независимы в этом плане от других людей, до тех пор, вы, собственно говоря, будете пребывать в таком вот состоянии. И, чтобы это преградилось, нужно что-то менять. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.